Позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле текущего года валовый внутренний продукт вырос на 3,3% в годовом выражении. Речь Путина по традиции – гвоздь программы на Петербургском международном экономическом форуме. Участие президента России – важная часть работы этой площадки в принципе, говорит аналитик Александра Прокопенко. В предыдущие годы, помимо того, что Путин выступал перед залом, он еще встречался с инвесторами, он встречался с руководителями мировых СМИ, он встречался с лидерами бизнеса. В этом году никакой встречи с лидерами бизнеса не планируется, в том числе, видимо, потому что никаких лидеров бизнеса нет на форуме, не с кем встречаться попросту. Поэтому речь Путина, конечно же, важна. Другой вопрос в том, что в текущей ситуации становится важным не то, что он скажет, а то, о чем он молчит, а как раз о дисбалансе российской экономики, он и молчит. В частности, Путин молчит о том, что санкции существенно осложнили развитие экономики, о проблемах российского бюджета и об истинных причинах уровня безработицы, отмечает эксперт. До пленарного заседания Путин встретился с принцем Объединенных Арабских Эмиратов. Этот сигнал Западу. Москва нашла друзей на востоке. Хотя новые партнеры, по всей видимости, с настороженностью относятся к таким перспективам. То, что мы видим по уровню делегаций, они, во-первых, достаточно малочисленные, зарубежные. А во-вторых, они непредставительные. То есть это даже не министерский уровень. Петербургский экономический форум изначально задумывался именно как площадкой для зарубежного инвестора. То есть Россия показывала себя, прежде всего, страной, которая потенциально способна привлечь иностранные инвестиции и гостеприимной хозяйкой. В данном случае Россия ведет войну в Украине. Российские эксперты, близкие к Кремлю, призывают к ядерному удару. Это все непредсказуемо, это все непонятно. Поэтому здесь я бы не надеялась на какие-то инвестиции с Востока, потому что инвестору, неважно с какой он точки света, важна предсказуемость и стабильность. О какой стабильности можно говорить, когда Россия ведет себя таким образом. И в этом смысле, поэтому это все какая-то одна большая бутафория, потенкинская деревня 2.0. Декорации, которые сделаны для речи Путина.